Что у нас с религией вообще? Я тут единственное, у кого хоть что-то есть. Ну да. Исследование мобилизации Франция завершила. Где вообще мобилизация? А, здесь. Вышла в корпуса. Окей. Инженер. На чудеса 240. То есть можно будет чудеса попробовать строить. Хочу и кампус, и театральную площадь в Каракоруме. Где у нас еще и клетки не обработаны? Вот там. Туда и отправим. Надо, конечно, покупать в Улан-Баттере, где Лян сидит. Так, культурку надо получить. В центре города, чтобы он влиял. Когда вы составляете шпиона на контрразведку, он и на соседние клетки влияет. То есть в центре города он и кампус с коммерческим районом проверяет. Ну что делать, апостолов? У меня культуры мало, на самом деле. 145, вон 155 у людей. В Махенджидару хотя бы еще одного посла отправить. Проверю, что нету там подводных лодок. Так, какие я чудеса тут могу строить? Вот русскую долину где-нибудь я могу построить. Мне надо рядом с промышленной зоной и рядом с рекой быть. Вот здесь, в Улан-Баттере могу. Олексей, ты продлевать все, если хочешь? Я не знаю. Думаешь, надо? Ну, зависит от их планов на игру. Если ты хочешь войти в карточку, это, наверное, наука не помешает лишнее. Ну, если он тебя заберет, у меня будет больше науки сейчас, жалких караванов. Да, проблема в том, что мне надо воевать с французом, иначе... Ну, я не знаю, что там по наземным войскам. Там часть города у меня можно забрать, а часть, наверное, не очень. Буду как испанец. С одним городом. И, наверное, нельзя взять. Да, ну как нельзя, сейчас уже есть арта. А ты прям уже, типа, такой сдаешься, что, типа, тебя уже берут, да? Не, ну, это если вдруг так получится. Если вдруг... Просто это нападение не сильно с моими планами в любом случае совпадает. А у тебя какие планы? Ну, я думаю, может воспользоваться одной возможностью, которую Качечка любезно предоставляет. Пользуйся. 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 Супер возможность. Типа что, американцы забрать? Типа того. Но американец мой брат, это важно. Я думаю, забрать американцы, но он мой брат. Только это меня останавливает пока. История знает ситуация, когда бывали братья, правильно? Да. Например, Кайн и Авель, да? Это не история. Как это? Ну, сейчас начинается оскорбление чувств верующих. Отсюда. Я живу в Украине, мне это не страшно. О! Брат Хохо. Везде братья. Да, да. Да, да. Ну, еще один фрегатик сделаю и все. Можно с морскими интами пока заканчивать. Эксперт и калером. Где укрози? Р burada vers den 5 он еще союз с французом 3 хода успею я не успею доплыть и апнуться там ура да теперь быстро ты с ним блин ну тут шахту сделаем блин ну тут придется фрегаты объединять между собой потому что хотя еще могу тут все-таки под настроить каракорами пару фрега потому что до линкоров еще как минимум пять шесть ходов военный инженер нужен надо фарты бахнуть окно при помощи рыцаря я не сделаю селитровая шахта есть броненосца надо опнуть еще стали варенье ускорим блин надо фрегатов нафигачить если я хочу француза забирать так вот здесь надо убрать камень и сделать сделать рурку пошли я могу только в двух городах здесь фрегаты строить чтобы из них корпуса посоздавать у меня уровень видимости с французом совершенно секретно вообще максимум возможный интересно ну ладно тогда просто похитим странно чуть так такой уровень высокий внезапно надо повысить кого-то наверно магнуса прокачаем ну он батар не самый качественный производственный город но рурку я только там могу построить что не так много у меня вариантов с местом расположения алексей будем дружить или нет я не знаю мне хотелось бы чтоб ты на американца нападал там на него и качечка нападает и ты да все меня обложили я пока ничего не делал нас еще союз ну ты хочешь нападать как озвучил свои планы планы я думаю просто мало ли будет возможность но я готов заключить два союза один с американцев один с монголом в таком случае только бы как бы не воевать с монголом боюсь монгола я укусил монгол да так и было нет я про украина я украина у меня отец оттуда ничего себе мусос и родинки одинаковые есть где-нибудь я просто уверяешь мы должны быть с ним друзьями всегда теперь и убивать врагов качать и родинки на лица есть на подбородку ничего себе а отчество у вас какие катечка мне стало страшно тебе же не константина вещь отчество правда почти почти куда дальше пойдем баллистику конечно на военную науку открывай все буду культур к тут нужно так пригород завершён начинаем расти лёша ты не хочешь со мной дружить давай вот так вот коалиции на самом деле просто вчера досмотрел видос персии я видел эту ядерную войну на земле фантома и голландца и понял что выливать с фан голом в этой игре я не хочу до ядерок да вообще не хочу он же строит их просто везде просто везде и его не остается два-три хода если расстроиться ядерки типа вдруг что сразу есть ядерка это я еще играть не умею а люди знаешь как делают они начинают строить ядерки еще до открытия ядерок просто запускают проект манхэттен и после этого сразу а по 10 ядерок есть контрится загрузкой не строит ничего в городах копят молотки а я понял мы презираем этот метод так играет в цепи или не так везде играют все кто любит переливать производстве приезжаем уж это типа бак грубо говоря все-таки накопление производства бесконечно нам нужно просто работа типа на один ход если ты не успел ходить было бы справедливее до патчи она нормально работала я не знаю почему они решили так сделать и до патчи было нормально со страт ресурсами в угоду цепающих а мне кажется такую фигню намутили что коляски в танке оправится в современном ой качечка куда твои послы делись в стокгольме не знаю мне 6 хватит мне кажется мне кажется мне встать все мне кажется мне уже закончилось союз в адвес течник ну бог че Продолжение следует... 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 и на армии стали варенье и цифру даст тоже собрались играть в этом году я вроде обещают прислать через пятьдесят колесон очков тогда я уже смогу это сделать блин как нибудь сейф загрузили и убили мне шпиона после сейфа хотя до сейфа все нормально было но цивилизация тоже хороша я только ради нее решил себе домашком купить из Продолжение следует... 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 9 ходов я наверное не смогу выйти в золотой век хотя вот чудо у меня достраивается вот чудо достраивается тут чудо достраивается вполне но по счету я конкретно откачки отстаю конечно то есть получается что ты китайцы испанец были на одном континенте типа так ну и получается что я зулус конга в общем какие то странные архипелаги генерируются я не могу понять я хочу сыграть как каждый на своем типа острове был во всех зря я тут убрал шахту пойду обратно поставлю я просто думал что тут не шахты что тут тоже камень поэтому вот так получилось понимали шпионы забыл что-то помогло стою за шпиона полегче ну не очень предложение я пытался я хотя бы попытался ты будешь его мучить там да да как монголы пытались скидка на улучшение юнитов понеслась об подлодке сначала так плюс броненосца это стали варенье ускорит все один буду еще объединю в армаду серьезно самолета американец самолет нет у меня где-то еще нету но ты идешь в них там уже аэроподром построен аэроподромы ты как ипподром она для самолета ну для ары щекачка помнишь раньше люди в пятую силу играли там были всякие ары были они по-моему и сейчас игра все самое большое зло здесь совершил китаец он построил этот маяк так почему это зло очень мобильная теперь флот у меня что нам не воспользовался тюмок да я убыщение сделал что не построил маяк я тоже но ты его хотя бы начал строить я его начал а потом сразу на самом деле отменил я понял что у меня ну типа не вовремя было короче устроить здесь получилось плохо вот промышленные зоны вообще нету у на этой части карты до непонятно где и строить типа вообще не никаких бонусах на двенгу сколько производства 32 16 но у него на двенгу надо построить блин надо строить фрегат сначала сельские гранты продолжим здесь делать коммунизм коммунизм сначала кардинаж нами сейчас тут кучу всего от апать надо так что мы деньги нужны два апостола этому дадим впервые проходя мимо чудо поэтому то же самое как раз два чуда рядом я покупал уже 5 загрузили сейф имя в полной уверенности что купленная электростанция она ни хрена не куплено так здесь по моему больше создаем армады раз армада два армада под лодочку апаем сюда так апаем в броненос с этой стороны ударный кулак готов тут у нас что апаем в кавалерию раз этих пока побережем три кавалерии мне хватит но для атаки с моря а у него у него линкоры ва дождаться линкоров все-таки ну танки до танки против кавалерии конечно лучше но в этом случае просто и мы с не на море воюем то я просто наземные юниты на всякий случай давайте еще фрегаты а 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 и а а и и и три хода долговато здесь два хода ну тут нужно он конечно не достроиться он станет линкором и по буду линкор достраивать но хотя бы производство так электростанция эти банк о мохенджи дару больше нету блин все перс по захватывал подводку апнуть и можно апнуть каравеллу линкоры 3 это в армадах да это сложно будет это будет просто сложно река смотрим но дара и юнит убивают реагировать будешь как они у меня только что апнули а у тебя были апнуты чувствует окапал их перед флотом соперника типа устрашить да а 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сигара Как бог, качечка, как бог Гайды Гайды или гайды по переключению Боже Так, апать будем Промышленный Новое Время По-моему, он уже Нет, но Новое Время действует тоже Хороший флотоволиц И соединим тогда Хороший флотоволи Фестивальной театральной площади Хотя пригород тут не нужен в Каракору Давайте, наверное, пригород лучше еще Подстроить сначала 4-4 Ну, давайте здесь вот И здесь пригород можно Хороший флотоволи Ой, у меня тут что, этот стоит А, не стоит В тримплане Да? Да Ну и что, где уран? Есть у тебя уран? Есть два Вот ты Кака Какашечка Да, так тоже называют Иногда Мама? Именно она, да Нет, конечно Папа Точно Не, папа Папа не будет, да Какашечка Видите, один ход Для линкора Ну, в общем С этой стороны Города, похоже, должны браться Вообще без проблем Проблемы будут На этой Территории Продолжение следует Продолжение следует Я просто думаю Объединять мне эти однородные Или все-таки Несколько Юнитов лучше Чтобы было В каком виде их апать Пофигу У меня просто интересно Ну Размеры Так, ну Тут вроде все Сделано Общевойсковую бригаду Пойдем Отстаем От перса Конечно Артефакт Не добыт Надо бы кого-то Отправить Так, а тут шпиона Можно построить Давайте я шпиона Построю Вот, тут есть Нефть Довольмен Так, ну флот Меня практически Снесли Уже полностью Здорово Города Упадут Скоро Города Что ты сам сообщил Объявил Прекрасно Крадич, а есть ли Возможно Неверное предложение Да Очень выгодное предложение Очень Спасибо Спасибо Лучшего Уголь Еще Три Нет Пойду Нефть Вот тут Можно лесопилку Построить Потом Нефть Еще Так Тут стоим Ждем Ну Следующим Ходом Буду Объявлять Войну Французу Раз Смотри Если что До обоих Городов Добежит Не апнул Корпус На торговом Посту Услышал Что подводная Лодка Персии Разграбила Рыбацкую Лодку Самое То О чем Потрындеть На торговом Посту Нашел Нашел Мою подлодку Оу Как оно Мало Снимает Это Это Будет Долго Ну Тут Вряд ли Танками Куда-то Продвинется Полевая пушка Мало Мало Снимает А Он Просто В той же Эпохе Что и я Поэтому Поэтому Неплохо Фигачит Надо будет Эти подлодки Спасать Как-то Больно Тут Эти Таракутовая Армия Не достроена Еще Надо бы Достроить Болин Граненосцы Там Жалко Конечно Жалко Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, давайте на месте пшенички. Следовательские гранты. Продолжение следует... Боже, сколько линкоров у Качечки тут. Эсминцев, точнее... А, ну это эсминцы, это он, наверное, приехал, апнул их. Американец, если у тебя флота нету, что ты ходишь еще? А у тебя арта отбивается. Арта самолета. Ох, не блин, аж себе. Так, давайте аккуратненько подойдем. Посмотрим, что там у нас. Линкорами он подстрелял. Стоять буду. Так, с этой стороны у нас что? Кстати, могу линкорами его танчик пообстреливать. Вот это плохо, что мне убьют эту кавалерию, да. Ну... Танк на кавалерию. Ну так себе размен, все равно. Француз, а ты отбиваешься от Халецкого? Абсолютно нет. Абсолютно нет. Я считаю, я всю игру надеюсь, что он не будет нападать. Но... Не судьба. Я в любом случае не сильно опытный в море. Ну... Просто тут религия хочет победить. Есть что-то, может, наверное. Ты думаешь, я могу тут религии победить? Ну... Не знаю. Ну... Ну... Пытаешься. В целом случае он плавает чуть. Может это наблюдатель, а может она не обращает. Просто тут вылезла расплата за предательство. А сколько у тебя городов, Перс? Ну... Немножко. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, на шестнадцать, семнадцать. Ну, у тебя сейчас девятнадцать городов, по-моему, если захвачь, мне надо десять твоих городов обратить. Это реально? Не знаю. Да. За двадцать шесть ходов. Под лунной, может быть, все что угодно. Француз, у меня все равно больше послов. Так это не только я на этим работаю. Над чем? На войну объемыслим могут только твои города. Не, я имею в виду, что они только я... А, да? У меня с Лизереном не обязательно быть. Нет, ты перебиваешь Антиохию и перебиваешь вместо Стокгольма этим ходом. Перебивал их. Не, не, я вот как раз Стокгольм сейчас не шел. Кто-то другой перебил, значит. Прибал их. Так, irr залезаю. Конечно, не знаю. Остальное гранат. У тебя есть, все остальное, что я убил. Я не мог оценивать. Ваши, понимаете? Я убил просто. Я не могу. Я же не могу. Я не могу. Я не могу. Ну, арта стоит Спасать эту подводную лодку Вот, арта больно бьет по морским юнитам Ну, тут нет смысла все-таки Отвлекаться на танки Надо именно город брать Субтитры добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Интересно, я вроде не имею никакого бонуса Против француза Не, ну Руан тут Тяжело колупается Причем эти вот Линкоры Надо все-таки объединить их Да Надо объединить их Хоть какие-то корпуса Или Что-то просто С одного выстрела убивают Тут вот В армадах Нормально работает А в корпусах Не, это долго Это долго По-моему Давайте посадим К французу И перлюстрацию почты Будем делать Самое время Для таракотовой армии Постоянно В золотых веках Ну, был Вначале Только в темном Театральная площадь Одна банка Пока я Пока я не стреляю Под лодками Он меня не видит Что у меня под лодки Снять Просто только Стоит ли мне Я думаю, что стоит Скорее всего Потеряю сейчас Под лодку Но видите Я ему О Может я уже Захватить могу Точно Не успел Разрушить Француз Ты Ты бы лучше Не держал Я думаю Что ты артой Не стреляешь Это оказывается Ты ждешь Типа Чтобы Мбанзубату Отбить На самом деле Арта Очень хорошо Против морских Юнитов Работает Я не мог Я мог Только Под лодки К сожалению Француз Продвигся Прошел Потому что Я буду Я Медленно Буду Француза Забирать Чтобы Хоть как-то Конкурировать С качечкой Поэтому нету Смысла Честно говоря Тянуть Время Просто На этом На этом На этом месте Собственно Я Заканчиваю Трансляцию Игры Потому что Все согласились С победой Перса И Для чего Я выложил Эту партию Показать вам Потому что Это Прекрасный Пример Того Когда Не Вы Играете От места А место Играет Вами В данном Случае Получилось Так Что Я Появился В соседях С единственной Нацией Которая Могла Монголам Помешать Как-то Нормально Развиваться И себя Захватывать Я думаю Что и Зулус Тоже Расстроился Когда увидел В соседях Именно Монголов То есть Две Воинственные Нации На этой Карте Которые Могли Захватывать Соседей Если бы Они были Потому что Это все-таки Архипелаги Все предполагали Что будут На каких-то Островах Без соседей Но опять Архипелаги Сгенерировались Немного Странновато Больше Континенты Чем Архипелаги И получилось Что В соседях У меня Был Зулус А я Был В соседях А у Зулуса В соседях Был Монгол И это Две Нации Из представленных Нормально воевать У которых Уникальные Юниты Примерно В одно время У которых Способности На эту войну И мы Столкнулись Между собой Договориться О мире И Расселяться Без войны Мы тоже Не могли Потому что У Зулуса Слишком мало Места А у меня Место побольше Получше Но из-за того Что Оно больше Такое в тундре Мне тоже Надо было Захватывать Ну ладно Я мог бы еще Поразвиваться Тем более у меня И торговый Город государства Есть И я Города Лучше Поставил Но Так как Я вынужден был Вначале С Зулусом Повоевать То я пошел В развитие По Наземной ветке По ветке Наземных юнитов А не по морской Как все остальные То есть В то время В то время как Остальные участники Прокачивали Юниты На морские Сражения Мы с Зулусом Вынуждены были Построить Наземные юниты Повоевать Ими Их прокачать А потом уже Перестраиваться На морскую Карту И Несмотря на то Что я Зулуса Победить смог И дальше Смог продвинуться Но На другом Конце Нашего Земного Шарика На котором мы Играли Участники Не смогли Ничего Противопоставить Персу И Спокойно Ему отдавались То есть Получается Что От меня Здесь Мало Что Зависело Это тот Случай Когда Все таки Важно Место А не Игра Где вы Появились В общем Вот такая Партия Спасибо Что Досмотрели До конца Не забудьте Поставить лайк Пока Спасибо Что Досмотрели До конца Я Алексей Халецкий Тот Кто Сделал Это Видео Пользуясь Случаем Хочу Попросить Вас Поставить Лайк Оставить Комментарий И поделиться Этим Видео Со своими Друзьями Или В социальных Сетях А также Посмотреть Другие Мои Видео Ссылки На Которые Вы Видите Сейчас На Своем Экране Играйте В умные Игры И Всем Пока Продолжение следует Субтитры